Исход противостояния Вандербоя и Нила, что произошло с Жозе Алдо, как закончился бой Энтони Пэттиса, а также все результаты и бонусы турнира UFC Vegas 17. Все это вы увидите в этом выпуске. Поехали! В первом поединке турнира UFC Vegas 17 Кристос Гиагас, выйдя на коротком уведомлении за три дня до боя, показал доминирующее выступление и победил Карлтона Майнуса единогласным решением. Джимми Флик в дебютном поединке в UFC в первом же раунде поймал на треугольник Коди Дардена. Отличное начало карьеры в промоушене. Получивший немало авансов перед дебютом UFC, Тафон Чукви заработал разгромную победу по очкам. Все трое судей единогласно присудили ему победу в поединке с Джейми Пикетом. И это первый бой в карьере Тафона, который дошел до решения. Тайла Сантос единогласным решением победила Джиллиан Робертсон. И с большой долей вероятности эта победа поможет ей ворваться в топ-15 женского наилегчайшего веса. Дэрон Винт благодаря постоянным переводам в партер смог победить Антонио Аройо единогласным решением и прервать серию из двух поражений подряд. В следующем поединке турнира Пенни Кианзат победила Сижару Иббинг с единогласным решением. И это третья победа для Кианзат. Более длинная серия побед только у чемпионки Аманды Нунес. У нее винстрик из девяти боев. Для Энтони Петтиса начало первого раунда сложилось неудачно, но Шоу Тайм смог переломить ход боя и победил Алекса Марона единогласным решением. Это был последний бой по контракту Энтони с UFC, но Петтис дал понять, что намеревается продлить соглашение и отправиться в очередной поход за титулом в легком весе. В первом поединке основного карда Марчин Тебура уступил в первом раунде, но во втором смог перевести Грега Харди в партер, и там после многочисленных добиваний рефери поединка вынужден был остановить бой и зафиксировать победу поляка техническим нокаутом. Это четвертая подряд победа Тебуры в 2020 году. Роб Фонд сотворил настоящий апсет, нокаутировав в первом раунде Марлона Морайса. Для Роба это третья победа подряд, а для некогда претендента на титул в легчайшем весе Марайса это уже третье поражение в четырех последних боях. Кэлин Уильямс перебил Мишеля Перейру во всех трех раундах, но несмотря на это, благодаря своевременно проведенным тейкдауном, единогласным решением судьи отдали победу Перейре. Экс-чемпион в полулегком весе Жозе Альдо продолжает покорять легчайший вес. Жозе победил Марлона Веру единогласным решением и прервал свою серию из трех поражений подряд, а также серию Веры из шести побед подряд в дивизионе. В главном поединке турнира Стивен Томпсон в своем излюбленном велосипедном стиле, забрав все пять раундов, победил Джеффа Нила единогласным решением. А в интервью после поединка вызвал на реванш Хорхе Масвидаля. Бонусы в размере 50 тысяч долларов по итогам турнира получили за выступление вечера Джимми Флик, Роб Фонд, Марчин Тебуро и Стивен Томпсон. Бонус за лучший бой турнира не был выдан никому. В комментариях пишите, как вы оцениваете прошедший турнир, а также как вы оцениваете наш новый формат. Всем пока!